8 рублей, экая важность, 8 тысяч, всегда отыграться можно. Игола шапка, снег почует, снег почует, летется писью как-нибудь. Еще воровь скачу понеслась рысанка, помешивался, скажи нам, милый. Рассказ Чехова «Не в духе» читает ученица школы номер 5 Анастасия Покатайкина. Произведение это небольшое по объему, всего полторы страницы. В общем, как и многие гениальные рассказы Чехова. Художественное чтение – один из способов познакомить собравшихся с творчеством великого писателя. В этом году исполняется 153 года со дня его дня рождения. Хоть дата и не круглая, но отметить ее в Сахалинской областной научной библиотеке все-таки решили. Мы предоставим ребятам фрагменты экранизации чеховских произведений. Будут выступления, нам сегодня помогают специалисты музея книги Чехова «Остров Сахалин», художественного музея. То есть программа будет достаточно разнообразная. Музыкальное оформление нам помогает сделать учащиеся и директор непосредственно музыкальной школы номер 5. На литературно-музыкальный вечер пригласили старшеклассников и студентов. Причем упор организаторы сделали именно на тех, кто, получая образование, практически не сталкивается с творчеством писателя. Например, в зале много студентов технических училищ. Никита Муратов сейчас учится в топливно-энергетическом техникуме на монтажниках. Здесь в приоритете другие дисциплины. А вот в школе с произведениями классика был знаком. С Чеховым сталкивались часто, потому что сообщение он делал про него, знал про его жизнь, что он был на Сахалине, какой вклад внес. Получается, что сделал, как он измотался. Получается, по сути дела Сахалин его измотал из-за того, что он много труда переделал. Практически вся жизнь Чехова промелькнула перед собравшимися на экране. В отрывках из документальных фильмов «Чехов. Не публикованная жизнь» и «Доктор Чехов». Подробно сотрудники библиотеки рассказали о семье писателя, о его друзьях и всех тех, кто сыграв в жизни Чехова свою немаловажную роль. Полностью окунуться в атмосферу того времени за полтора часа, конечно, невозможно. Но организаторы уверены, что такие чеховские уроки равнодушными точно никого из подростков не оставили. Продолжение следует...